Добрый день! Это самое раннее из таких больших интервью, нами записанных. Гость сегодняшней программы человек с очень плотным графиком. Это вице-премьер правительства Ставропольского края Андрей Борисович Бурзак. Я Татьяна Федорова и Сергей Гурлова вас приветствую. И начинаем программу «Делим на двое». Андрей Борисович, добрый день! Добрый день! Добрый день! Андрей Борисович, с места в карьер. Вам 37 лет, вы вице-премьер правительства Ставропольского края, по существу куратор экономической политики. Какие ступени на пути к этой должности вы прошли? Есть ли у вас опыт работы в реальной экономике, в бизнесе? Это очень интересно нашим телезрителям. Спасибо за вопрос. На самом деле, если критически к себе смотреть, то 37 лет – это уже, наверное, большой возраст. Хотя, может быть, все думают, что это такой еще юный этап в жизни. На самом деле, с третьего курса института я уже занимался плотно рабочим графиком. Я занимался по специальности. У меня первая специальность – экономист по бухгалтерскому учету. Лет 7 я отдал этой специфике. Работал уже главным бухгалтером через несколько лет. Прошел разные ступени. Был и финансовым директором, и директором по экономике и финансов. Работал в крупных компаниях. Занимался отдельно продвижением проектов и в сфере сельскохозяйственного бизнеса. Порядка шести лет у меня ушло на эту стезю. Поэтому, знаете, потерянного опыта точно не бывает. То есть, бывает именно та ступень. Я считаю, что когда идешь по ступенькам вперед, а не прыгаешь. Это очень правильно. Речь ведется, простите, перебью, о негосударственной компании. Нет, нет, это коммерческой. Я работал полтора года заместителем министра по экономическому развитию и торговле Старопольского края. Занимался как раз проектами в рамках инвестиций. То же самое курировал направление по туризму, когда у нас было объединенное министерство. Поэтому все эти вопросы были мне известны. Как раз в тот период мы занимались активно продвижением особой экономической зоны. Мы победили в конкурсе. И волей судеб я возглавил территориальное управление Федерального агентства по управлению особыми экономическими зонами. И в течение трех лет мы занимались этим проектом. После этого был промежуток у меня опять бизнеса. И теперь вы уже знаете, в каком качестве я работаю. Поэтому считаю, что опыт, который был приобретен, он мне точно помогает для того, чтобы строить планы, заниматься текущей деятельностью. И заниматься стратегическими направлениями. Потому что это очень важно, учитывая ту позицию, которую я сейчас занимаю в Крае. Вот, кстати, накануне я очень подробно изучала рейтинги инвестиционной привлекательности. Если что, вы меня поправьте. Потому что, вот смотрите, в 2010 году Ставрополь был на 45-м месте среди всех регионов. В 2011-м у нас такой прорывной был шаг. Мы в ранге заняли 14-е место. Сейчас мы находимся, в принципе, у нас позиция не меняется. Наш рейтинг с пониженный потенциал, умеренный риск. Тогда как соседи с Кубани, вот они в первые пятерки, я сейчас продолжу мысли, вместе с Москвой, Московской области, Санкт-Петербурга. Что нам мешает, как вы считаете, занять им только не повыше? Если вы говорите про тот рейтинг, это эксперт Ра, если не ошибаюсь. Он состоит из четырех позиций. И на самом деле по сфере, скажем так, инвестиционной и экономической мы продвинулись. Есть составляющие, скажем так, социально-политического характера, которые, к сожалению, мы живем в этом мире, мы понимаем, что есть события вокруг происходящие. Есть восприятие, скажем так, западного мира, региона Кавказа в целом. Поэтому эти моменты где-то нас определенно тормозят в развитии. Хотя мы сегодня, это правда, реальная, наш край продвинулся очень динамичными шагами вперед в развитии вообще инвестиционной привлекательности и в целом. То есть то участие в федеральной поддержке, которая у нас сегодня из года в год увеличивается, но оно колоссальное реально. Да, был и 11-й год прорывной, поверьте, и 12-й прорывной, потому что это единственный год, в котором у нас мы перешагнули планку в 100 миллиардов по объему инвестиций. 115 миллиардов у нас в итоге прошлого года подтвержденные Росстатом. Темп роста 10,5%. Это очень серьезный показатель, реально серьезный. По программам малого и среднего предпринимательства мы тоже находимся в линейке потенциально растущих регионов. Да, мы знаем ситуацию, связанную с уменьшением количества, снятия с регистрации индивидуальных предпринимателей. Но даже здесь наше сообщество предпринимателей было первым в России по сбору подписей, способствующих внесению изменений в этот федеральный закон по уплате страховых взносов. И нас услышали. Поэтому наш регион, он уже не просто, как говорят там, форпост, то есть он активно, динамично развивающийся. Масса разных проектов, которые зашли сюда, в регион, и в том числе иностранные инвесторы. Буквально до нашей встречи мы тоже беседовали как раз таки с рядом инвесторов, которые планируют сегодня вкладывать серьезные финансирования в регион. То есть многое меняется. Регион Кавказских минеральных вод может гордиться объектами, которые вводятся несовременного уровня. То есть миллиарды тратятся на один санаторий, на курортный объект. Это реально цифры, которые подтверждены. И сегодня у нас уже, это не один санаторий, как мы говорим, а их уже много, которые сегодня реконструированы. У нас и строятся новые. Есть планы на будущее. То есть регион перешагнул планку в миллион туристов в целом в Старопольский край. Более 860 у нас поток только на регион Кавказских минеральных вод. Это реальные цифры, которые у нас способствуют движению вперед. Конечно, у нас проблем тоже хватает, вы прекрасно понимаете. И тем более, что задачи тоже стоят более-более нарастающим темпом. То есть мы не должны сдавать позиции. Несмотря на то, что прогнозы сегодня по минеральным развития России в целом по стране прогнозируются снижение ВВП до 2,4%. Это тоже позиция. Среди остальных регионов можно сравнивать? Мы сравниваем всегда от среднероссийского. У нас на 2,2% темп роста ВРП выше от среднероссийского. То есть это реально цифр. Губернатор Валерий Георгиевич Зеленков. Это человек, который ориентирован на человека. То есть у нас любая планерка проходит под этим флагом. Мы должны делать максимально, начиная с восточных районов, которые я тоже курирую, чтобы люди чувствовали себя защищенными, чувствовали себя с уверенностями в будущем. Вот это главное сегодня. Вы больше заточены на инвестора. Скажите, если говорить о рисках, если мы будем говорить о них честно, скажите, с какими рисками могут столкнуться в регионе инвесторы, зашедшие к нам? Мы каждый крупный инвестпроект ведем. Поэтому наша задача сегодня, чтобы у инвестора рисков не было. Начиная от того, подключается ли он к каким-то видам сетей, либо претендует на какую-то господдержку. Понятно, что есть определенные моменты, но мы их нивелируем. Мы занимаемся, создаем рабочие группы отдельно по проектам, вызываем тех же самых, так называемых наших, естественные монополии компании. То есть убеждаем, идем на компромисс. Сегодня масса проектов у нас, тоже можно сказать, тепличные комплексы сегодня ярко развиваются. Хотя для нас это очень интересные проекты в плане того, что примерно на 10 гектар тепличных комплексов это 200 человек рабочих мест. Овощи у нас сегодня, планы уже утроить объемы площадей за год-два и выйти на другой совсем уровень. Почему нет? Пусть у нас в нашем крае, вот Валерий Георгиевич постоянно подчеркивает, что мы скоро, через лет 5, наш Старопольский край и наша специфика АПК, она будет вообще приоритетом в стране. То есть продукты питания это на самом деле будущее. И есть над чем работать. То есть нам надо заниматься... Я перебью, Андрей Борисович, он так и сказал, что нас через 5 лет обяжут заниматься продуктами питания. Потому что в мире очень много людей голодает. Вот в связи, может быть, и с этой темой вопрос, Андрей Борисович. То есть вот крупных инвесторов немного убираем в сторону. Малый и средний бизнес. Много людей здесь заняты в сфере, как бы они занимаются самозанятостью. Вот некоторые экономисты и предприниматели считают, что вместо того, чтобы поладить много форм государственной поддержки, необходима грамотная налоговая политика, грамотная, читай, низкие налоги. И формирование благоприятной бизнес-среды, снижение административных барьеров. С этим у нас не очень хорошо. Вот вы как относитесь к этому тезису? Позитивно отношусь, потому что я считаю, что малый и средний бизнес, но это уже не подлежит излишнему доказательству. У нас экономика крупных стран базируется на среднем и малом бизнесе. Поэтому этот пласт, он сегодня у нас растущий, но опять-таки там есть над чем работать сегодня. Да, у нас создан институт уполномоченного при губернаторе по защите прав предпринимателей. Это не просто там необходимая мера, это она очень необходимая, потому что как только мы ввели этот институт, у нас увеличилось количество обращений предпринимателей. То есть люди понимают, теперь к кому надо идти, начиная от маленькой до большой проблемы. Вышел федеральный закон по этому институту. А вот можно в рамках омбудсмена, вот он все-таки уполномоченный по вопросам предпринимателей при губернаторе Старопольского окраина. Не смущает это бизнес-сообщество? Ведь он реально независимый человек. Ну, если говорить о Николае Ивановиче Сасине, то он, я думаю, всегда выбирает баланс. Это очень правильно. Потому что здесь вопрос не в том, что независимый. Он встает перед предпринимателем и слушает его беды, и решает его проблемы. И он входит во все советы сегодня. У нас подписано с прокуратурой соглашение. И будет с другими силовыми структурами подписано такие же аналогичные соглашения взаимодействия. Для того, чтобы он был той стороной, всегда в процессе, скажем, урегулирования проблем. Чтобы его слушали. Это правильно. Вот к налогам, Андрей Борисович. У нас НДС, затем налог на прибыль 20%, социальные выплаты 34%. То есть мы по совокупному обложению впереди многих стран. Мы при такой налоговой системе не нивелируем меры господдержки. Это не получается мертвому припарка уже? Ну, есть вопросы. Понятно, что вы называете налоги федерального плана. В части краевых. Мы, конечно, участвуем в массе проектов сегодня. У нас сумма, я уже говорил, по поддержке малого и среднего предпринимательства мы на 13-м месте в России по объему получения. Порядка 450 миллионов у нас будет в этом году направлено на государственную поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства. Ну, если говорить про фонд микрофинансирования, займы до миллиона, до трех лет под ставку 9%. Ну, сегодня банк ни один такого не даст. В прошлом году 550 субъектов взяли этот кредит. Это вот одна из реальных очень интересных мер. Если вернуться опять к налогообложению, вот смотрите, по статистике, по данным недавно озвученным, 15 тысяч предпринимателей только в Ставропольском крае было закрыто. Я говорю о малых предпринимателях, об индивидуальных. С января по мае. Это вот, если прикинуть, арифметика там простая. Это 100 индивидуальных предпринимателей в день. Сегодня закрылись, завтра закрылись, вчера закрылись. Вот в данном случае, опять же, продолжая то, о чем говорит Сергей, может быть, отменить, да, там, вот меру господдержки, а лучше дать там бизнес, там, какое-то послабление в налоговом плане? Ну, вот если говорить про эту ситуацию, я сказал, что нас услышали, и реально в Государственную Думу Российской Федерации был внесен законопроект, который меняет подход удвоения налогообложения в части страховых взносов. До 300 тысяч рублей в год будет действовать ставка от одного мрот, и, соответственно, как бы свыше будет один мрот плюс ставка один процент от дохода. Поэтому, ну, это где-то золотая середина, скажем, на сегодня. Понятно, что вот в цифру 15 тысяч предпринимателей попало большое количество так называемых тихушников. То есть предприниматели, которые имели, ну, то есть не вели активную деятельность, да, они платили эти взносы, эти налоги, но, как бы, они имели свидетельство, и они были готовы на той грани пойти уже в бизнес или стать предпринимателем как таковым. Это меня тоже настораживает, потому что это именно та часть, она всегда в любом обществе присутствует, которая стоит на, ну, как говорится, перед ходом в эту дверь. Соответственно, как бы, когда они приняли это обратное решение, их сложно повернуть в обратную, да, даже исправив ситуацию сегодня. Я думаю, здесь, что мы должны по максимуму все меры господдержки, которые нам позволяет, да, финансовая ситуация затягивать, но до федералов доносить, что налоги все-таки нужно. По федеральным, это понятно, ну, мы понимаем, что есть политика большая, которая также имеет свой бюджет, как говорится, да, то есть есть вопрос. Ясно, что мы все равно элемент, маленький, но элемент большой глобальной экономики, ну, если брать наш край, ну, как говорится, мы все равно боремся, не сдаемся, мы все равно привлекаем инвесторам, занимаемся. А вот, Андрей Борисович, можете назвать каких-нибудь, действительно, крупнейших инвесторов, которые вошли вот за последнее буквально время, в том числе иностранные? Ну, если говорить про прошлый год, это агропарк Ставрополя, как вы знаете, проект сложный, мощный и большой. Необходимо. Это минеральные воды. Это минеральные воды, да. Уже вложено порядка миллиарда 300 в два объекта. Вы, в принципе, каждый из вас ездит по этой трассе и видит, что строительство идет активно. Это комплекс овощехранищ, это комплекс мелкооптового рынка. Дальше будет возводиться блок переработки. И, как бы, инвестор, который сегодня присутствует, он полон абсолютно оптимизма в этом проекте. Тем более, открыта кредитная линия сегодня в Россельхозбанке. Проект огромный, да, он порядка, там, более 40 миллиардов. И только одно финансирование Россельхозбанка, там, порядка 17 миллиардов. Это проект того же Ставролена сегодня, ну, если говорить в целом о корпорации Лукоил. 140-миллиардный проект, да, он разбит на три этапа. Тот же проект Ставстали, который у нас строится сегодня в рамках Невиномысского парка. Тот же проект горно-металлургического завода в Лермонтово. Тоже проект прошел по государственным гарантиям. Сегодня есть проекты у нас, связанные там с нашим молочным комбинатом Ставропольский. Есть с проектом Гелиос посредством стекольного завода. Мы активно с банками работаем. И вот если даже говорить про банковскую сферу сегодня, как барометр этого всего, у нас динамика супер положительная, я считаю. То есть по всем банкам идет увеличение выданных кредитов. Реально огромные показатели. За прошлый год 100 миллиардов инвестиций в основной капитал. У нас 115 миллиардов, да. Это очень серьезная цифра. Банковское кредитование, конечно, у нас в разы больше. Вот, к примеру, у нас КНАУФ на сегодня, компания, которая активно обсуждаема для входа в тот же Невиномысский региональный парк по строительству своего завода. Тот же проект компании Хенкель, который уже будет запущен. Да, но это как бы параллельно примерно с одного профиля по строительным материалам. Поэтому иностранцы идут. И вот те законодательные инициативы, которые от нас, от правительства, совместно с Краевой Думой были приняты буквально 30 мая на заседании, это, опять-таки, я считаю, тоже вот такая вот как бы визитная карточка региона, потому что законодательство, оно постоянно должно подлежать корректировке. Мы говорим об инвестиционной деятельности, то есть для телезрителей. Это тот инвестор, который вкладывает более 300 миллионов в экономику Края, пользуется льготами, которые ему дает регион. Конкретно какие-то организации уже готовы. Закон был принят. Сейчас разрабатывается порядок, как только, ну это примерно месяц. Порядок будет утвержден, и мы будем готовы принимать. То есть заявки у нас уже есть. Предлагаю все-таки вернуться, да, к малому и среднему бизнесу. Скажите, вот с начала Нового года, да, организованы, ну появились новые структуры, да, в том числе фонд поддержки малого и среднего бизнеса, да, вот смены, о которых мы уже поговорили. Вопрос такой, да, раз уж мы заговорили о мерах господдержки, реализуемых посредством этих структур. Если говорить о фонде поддержки малого и среднего бизнеса, вот в данном случае, он не дублирует ли уже существующие, успешно функционирующие, например, такие, как торгово-промышленная палата, как Евроинфо, Курцентр, там, гарантийный фонд, фонд микрофинансирования, о которых вы говорили? Нет, не дублирует. Единственное, что к чему мы хотим стремиться, создавая вот отдельно фонд поддержки предпринимательства, мы хотим массу механизмов, которые у нас идут сегодня по различным управлениям, объединить под его эгиду. То есть это самоцель, да, объединение? Тот же Евроинфо-корреспондентский центр, да, он существует сегодня на базе торгово-промышленной палаты, но он идет под программой Минокном развития России по размерам поддержки. И его функции и функции частично фонда, уже вновь созданного, по, скажем, поддержке в сфере экспорта, да, они где-то все равно пересекаются. Поэтому, конечно, в идеале мы хотим это все объединить, чтобы, ну, они будут, опять-таки, как бы под одной структурой, но заниматься, скажем так, разными направлениями, потому что направление даже по экспорту, вы понимаете, не только там поддержка сегодня, там, скажем так, получение каких-то сертификатов, там, или субсидирование ставки определенной, это масса всего, это консультативные услуги, потому что сегодня бизнес, проходя... Ты подбастерялся, да, в том количестве? Нам тоже важно, чтобы регион позиционировался сегодня по внешнеторговому обороту положительно. У нас сумма накопленных инвестиций уже более миллиарда, мы эту планку тоже перешагнули в долларах, в край. Это вот, если говорить про иностранные инвестиции сегодня. И уровень хороший, реально. Но, опять-таки, как бы, ну, есть чем заниматься. У нас есть вопросы там по таможенным складам, то есть мы это активно обсуждали уже сегодня и с таможней, которые у нас представлены в регионе, и с субъектами предпринимательства. Есть вопросы, понимаете, как бы, у нас, к сожалению, сегодня, ну, да, законодательная база большая, огромное море всего, скажем так, информационного, но здесь надо правильно плавать тоже. Поэтому эти структуры, которые, вот, они не просто наши желания, это, ну, веяние по всей стране, они необходимы сегодня, потому что предприниматель, обратившийся в этот фонд, он получает грамотную консультацию, он понимает, что делать, кому обращаться, куда идти. Мы говорим о именно том старте, когда уже бизнес начинает. Когда бизнес уже развит, понятно, что они это все уже прошли. Они это уже знают. Что, как пользоваться. Если смотрят нас предприниматели, тот человек, который хочет помощи государства, может зайти на сайт Министерства экономического развития, в фонд поддержки предпринимательства, и будет понятно, какие виды помощи существуют. Абсолютно. У нас сайт Министерства развития края, он достаточно информационный, очень масса полезной информации, много ссылок, поэтому обязательно пользуйтесь, смотрите. То есть мы вместе с министром, если говорить об этом блоке экономического развития, открыты постоянно к общению. Пожалуйста, у нас, как говорится, не существует записи на прием. Приходите, звоните, мы всегда готовы пообщаться. Андрей Павлович, можете назвать конкретные организации, которые благодаря формам господдержки в Старопольском крае в сегменте малого и среднего бизнеса на слуху в экономике? Вот у нас, к сожалению, ставится иногда такая связь, что есть господдержка, будет жить предприятие, нет, не будет. Это тоже неправильно. Это как бы, ну скажем так, билет может быть вперед, но это не точно равно. То есть здесь надо тоже понимать. Что касается малых предприятий, да, мы как бы стараемся максимально, ну вот если вот говорить даже про гарантийный фонд, сегодня мы подписываем новое соглашение с банками, которые упрощают там порядок или там делают прозрачность сегодня в наших отношениях. Но уже сегодня заявки в таком количестве, что предприниматели ждут, когда откроются, как говорят, эти ворота. И уже как бы мы уже финально все подписали соглашение сегодня. Механизмом пользуются активно, очень. Поэтому сказать, что он не востребован, нельзя. Мы только наращиваем. У нас сегодня в гарантийный фонд более 860 миллионов уставных капитал. Это огромная цифра сегодня. У нас новый механизм заработает уже в этом году. Это закрытый по его инвестиционный фонд. 400 миллионов уставных капиталов, из которых только 200 — это бюджетные средства. Это поддержка как раз-таки начинающих предприятий в сфере инноваций. Если говорить об экономическом росте, нельзя не сказать о туристическом потенциале, тем более вы его отметили особо. В данном случае важно сказать об особой экономической зоне, гранд-спавеца, развитием которой вы в том числе занимались. Скажите, может подзабыли, что происходит сейчас? На сегодня активными действиями губернатора и правительства у нас в декабре прошлого года мы зону сохранили, она не потеряла свой статус, она вошла в состав туристического кластера Северо-Кавказского федерального округа. На сегодня вы знаете, что все организационные мероприятия в компании «Курорт Северный Кавказ» закончились, то есть там назначено новое руководство. Компания имеет амбициозные планы сегодня, реально, и мы являемся частью вот этой системы на сегодня. По Грандспавеца было многое сделано сегодня, то есть оно и позволило нам этот проект не остановить. А что уже сделано? То есть инженерные сети, правильно? У нас запроектированы все инженерные сети, у нас полностью проработана площадка, изучена, у нас сделан проект планировки, проведены все изыскания, какие только необходимы сегодня, от радиологии заканчивая топографией и так далее, топосъемкой. Сегодня часть сетей, канализация частично и ливневка, они построены. Площадка изучена как более чем. На сегодня вопрос стоит в чем? Мы должны подписать соглашение с курортами Северного Кавказа на управление данной зоной. Это буквально вопрос сегодняшнего дня. Подписан с нашей стороны, согласован с компанией курорт Северного Кавказа план действий, комплекс мероприятий, так называемый, по развитию данной территории. Эти материалы у нас направлены на Минэкономразвитие России для подписания доп. соглашения. Да, мы где-то занимаемся сегодня бумажной работой, но без нее опять-таки не бывает будущего. Я считаю, что наша площадка абсолютно уникальная. Более того, мы должны все не забывать, что тот документ, который нас включает в туристический кластер, это не ЮЦА, только ЮЦА. То есть это глубокое заблуждение, что мы всегда говорим только о грант-споюЦА. Это одна из площадок. У нас участниками соглашения от края являются все города-курорты. Город Лермонтов, Придгорный и Минераловодский район. Фактически весь регион Кавказских Минеральных Вод. Поэтому это инвестиции надолго, если не навсегда, как говорят. Поэтому, конечно, эту сферу изучают. Здесь очень важно, и инвесторы смотрят на то, как государство сейчас начнет строить инфраструктуру. Мы над этим вопросом также работаем сегодня с Минэкономикой России. Потому что этот вопрос, когда начинает решаться, тогда площадка остается вообще абсолютно живой сегодня. А в связи с этим, может быть, я чего-то не понимаю. Не стоит ли опасаться за его судьбу, ввиду того, что управляющая компания будет кровать на Кавказ? Ну, я имею в виду скандалы, прокатившиеся. Нет, абсолютно не стоит опасаться. Я уже сказал, что сегодня назначен новый генеральный директор компании. Это бывший заместитель министра регионального развития Российской Федерации Сергей Викторович Верещагин. Поэтому человек более чем компетентный. Он знает прекрасно и Кавказ, знает абсолютно всю ситуацию. Поэтому у него четкое видение, я уверен. Тем более полпресса и Александр Геннадьевич лично курируют этот проект. Но у нас здесь только со всех сторон все за. Вы имеете ученую степень. В 2001 году Вы защитили кандидатскую диссертацию. Тема «Организационно-экономические основы формирования регионального рынка шерсти на материалах агропромышленного комплекса Старопольского края». Что-то вот в жизни, вот эти вот вещи, они пригодились, они были реализованы. Ведь это очень интересная для нас тема. Тема, да, интересная. Я и стажировался в том числе и в Англии на одной из крупнейших компаний, которая занимается рынком, ну как таковым, да, как бы именно той модели, которую я строил. Но самое, что вот, если так уже вдаваться в историю той работы, у нас на рынке, скажем так, есть определенная потеря, скажем так, цепочки, которая существовала раньше, вы знаете, да, то есть товаропроизводитель, переработчик, потребитель. И мне было, вот, когда я ездил в 2001 году в Великобританию, было, ну как бы, ну может быть, там такой белой завистью, да, смотреть, когда склад стоит у них на предприятии, там тысячи тонн, в том числе там процентов 80, только австралийская, это в Великобритании, которая одна из ведущих, в том числе, по производству шерсти. И она там моется, и производится с нее там уже топс, так называемое волокно, и дальше уже это все направляется на производство шерстяной нитки. То есть, насколько там все вот увязано в одну цепочку. То есть, сегодня, начиная от технологии производства, у нас есть чем гордиться. И мы ставили, как раз, вот я в своей работе разрабатывал модель, чтобы она была, скажем так, более прозрачная. Но, к сожалению, как бы пока, ну это не произошло. Вот у нас овца есть, у нас проблема в звене шерстомойных фабрик или уже в текстильной промышленности? В шерстомойных фабриках, да, и в том числе дальше в потреблении. Потому что, как только мы закроем весь цикл, в данном случае у нас будет производство там уже нитки, я считаю, что тогда цепочка будет у нас для страны закрываться. И тогда мы эту продукцию, ну, либо будут потреблять внутри уже наши предприятия дальнейшие, которые будут там производить ткани, либо это уходит там на экспорт. То есть нам надо глубину переработки у себя увеличивать. Но сегодня у нас товаропроизводители выращивают продукцию, шерсть, ее стригут и отправляют на экспорт сразу в грязном виде. Это неправильно сегодня. А что же там и на комбинат? Ну вообще функционирует же в Невенке сейчас? Функционирует, но я бы не сказал, что это таким громким словом. Потому что сегодня на самом деле... Ну и здесь есть над чем работать, это потенциал здесь в крае, это гордость наша. Если уже эту мы тему затронули, я вот по опыту своего увиденного, скажем так, да, у нас строились монстры. Огромные фабрики переработки шерсти, да, были свои технологии. Сегодняшние новые технологии — это ангар длиной метров 150, и вся эта линия стоит там. Она закрытого типа. И выполняет все то же самое, только в уникальных условиях, скажем, даже экологичных. Здесь вот я, если позволите, вернусь к последнему. Здесь для того, чтобы эта отрасль сегодня, ну даже буквально по итогам прошлой поездки на восток, мы обсуждали и эту тему тоже по овцеводству. Хозяйство держит по не один, там, как говорится, десятых тысяч овец, но оно не рентабельно. Вот это беда в этом. Как только это становится рентабельным, вектор поворачивается, вы же знаете. Должна быть прибыльная. Андрей Борисович, задели мы вас за живое, я вижу по реакции. А вот такой вопрос. Вы какую последнюю книгу, не экономическую, а художественную, прочитали? И вообще есть время, чем? Вот честно скажу, что пока только экономические последние годы. Это не то, что как бы, конечно, надо с самообразованием постоянно работать, но классические книги, к сожалению, времени читать пока нет. То есть больше, чем мы довольствуемся, это либо видеокниги, как называемые, да, и то в самолете. Ну такой ритм. Три часа сна, да, не больше? Ну, спасибо. Можно ждать четыре, наверное. Андрей Борисович, спасибо большое за интересную беседу. Я напомню телезрителям, что вы смотрели проект «Делим на двое». Гость сегодняшней программы, вице-премьер правительства Ставропольского края Андрей Борисович Бурзак. Ну а я, Татьяна Федорова, и Сергей Гурл, с вами прощаемся. Доброго дня. Редактор субтитров А.Семкин